Я приветствую всех вас. Любовь Иисуса Христа, Господа нашего. Мы вновь на этом месте и, конечно же, в свое сердце хочется сказать слава нашему Богу. Это Он позволил нам сегодня быть здесь, живы-здоровы и можем прославлять Бога в такой теплой атмосфере. Знаете, даже вот эти не сильно помогают, но я думаю, что это не мешает нам, если мы собрались здесь для того, чтобы прославить нашего Бога. Я передаю вам привет от всех любящих Господа Иисуса Христа из города Хельсинки, из Финляндии. Там тоже в это время примерно будет служение. И также народ Божий будет преломлять хлеб, молиться, наблюдать за своими сердцами для того, чтобы участвовать достойно в вечере Господней. Друзья, и мы благодарны Богу, что мы вместе с вами сегодня здесь. В контексте этой темы сегодняшнего служения я прочту всем нам известный стих и немножко поделюсь мыслями. Это 5 глава Евангелия от Матфея, 8 стих. Евангелие от Матфея, 5 глава, 8 стих. Христос сказал так, «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вы знаете, в последнее время над этим стихом, размышляя, я пришел к такому пониманию, что есть два основных понимания толкования этого местописания. С одной стороны, Христос говорит о том, что когда мы придем туда в вечность и удостоимся той чести, чтобы прийти и увидеть Его лицом к лицу, мы на самом деле увидим Его так, как Он есть. Слава Богу! С другой стороны, Он говорил это в Нагорной проповеди для каждого человека, который слышал его на том месте. И вы знаете, наблюдая за своей жизнью, своим сердцем, сегодня вижу так, что во временами, когда мы немножко за своим сердцем не наблюдаем за чистотой сердца, то мы можем переставать или терять эту способность видеть Бога. Уже на этой земле, уже в нашей жизни. Вы знаете, как это происходит? Когда человек приходит к Богу, одним из них был я когда-то 15 лет назад, я понимал, что в один момент, в одну ночь в моей жизни все изменилось. И еще вчера я Бога не видел, и вдруг я Его увидел во всем. Я увидел Его в сокрушении своего сердца, я увидел Его в природе, которая вдруг открылась в том же самом окне моего дома, в котором я жил. Еще вчера я Его не видел, а когда пришел Бог, очистил сердце, ты вдруг увидел Бога. Друзья, вы знаете, в контексте этого темы мне еще больше и приятнее рассуждать, потому что мне это очень понятно. Уже 15-й год, по милости Божьей, я отражусь уборщиком. Вы знаете, как мне легко понимать этот стих? Чистота — это понятие относительное, но оно приходит в нашу жизнь. Вы знаете, нет ни одного помещения на этой земле, которое было бы абсолютно чистым. Даже где соблюдается абсолютная гигиена в операционной, там и все равно присутствует бактериальный фон. Поэтому чистота — это относительное. Есть некоторые вещи, которые мы в жизни своей должны наблюдать за тем, чтобы у нас было чисто. Если сердце сравнить с помещением, а в принципе Бог говорит так, что Он Духом Святым поселился в наше сердце и там хочет обитать. Мы — храм Духа Святого, живущего в нас. То вы знаете, прообразов предостаточно. Сегодня за неимением времени просто предложу вам порассуждать. Для чего? Для того, чтобы мы сегодня, протягивая свою руку, могли еще раз заглянуть в свое сердце и сказать, «Господь, помоги мне очистить свое сердце». Может быть, сегодня в твоем состоянии так, что ты Бога уже не сильно видишь. Ты знал Его когда-то, и когда-то, может быть, хорошо видел, отчетливо видел Его. А сегодня зрение притупилось. Знаете, со старостью люди впереди идущие говорят, зрение притупляется. Оно не теряется полностью. Но ты уже не так четко видишь, правда? Слава Господу, есть возможности, чтобы как-то откорректировать это. Но если в духовном так происходит, точно так же можно откорректировать. Слава Богу нашему. Сегодня приходящий к Нему и желающий чистоты сердца получает ее. И вы знаете, за это платить ничего не надо. Он дал даром нам. Умер на Голгофе и пролил святую кровь. Друзья мои дорогие, несколько условий чистоты. Для того, чтобы помещение было чистым, и также наше сердце, надо прежде всего позаботиться о том, чтобы при входе в помещение был или коврик, или что-то, что остановит самую большую грязь, входящую в помещение. В нашей жизни может происходить так же. Вы знаете, когда в твое сердце, в двери сердца, в которой стучит Христос временами, если при этих дверях мы не бодрствуем, то в наше сердце может входить столько много нехорошего, столько нечистоты, что потом, сколько ты здесь не убирай, ты просто замучаешься, у тебя не будет сил, ты потратишь много времени, останови там при дверях. При дверях надо остановить много. Это касается наших очей, наших уст, нашего сознания, правда? Мы же все это прекрасно знаем. Но почему-то приходит так. Нет абсолютно чистых помещений и абсолютно чистых сердец. Мы когда очищаем, то со временем потихонечку этот мир, влияя на нас, он все равно как-то загрязняет нас. Но первое, что мы должны сделать, остановить при дверях сердце. Не пускать туда ни обиду, ни чистоту, что угодно. Всякие мерзости надо отвергнуть от себя. Тогда нам будет легче обитать здесь в чистоте, вы знаете. Второе, о чем нужно позаботиться в помещении, чтобы было чисто, это, вы знаете, когда что-то происходит, и какая-то грязь появляется, ее надо сразу убрать. Вы знаете, как идеально? Если бы каждый, кто ссорит, за собой убирал, убирать было бы надо всего лишь мало. Может быть, больше всего не хозяйки меня понимают, и сестры. Но вы знаете, братья, в машинах у нас та же самая ситуация. Если бы каждый, который ссорит в своей машине, убирал за собой, тебе не нужно было бы ее чистить постоянно. Так и в нашей жизни. Если ты на своих земных путях что-то сделал, где-то не пободрствовал, что-то произошло в твоей жизни, если ты сразу убираешь стола благодати, то Господь, Он праведен и верен, Он дает прощение, Он очищает. Он Сам этого хочет. Больше даже, чем мы сегодня можем осознавать. Поэтому не затягивай. Мы стараемся не затягивать с этой грязью, потому что немножко грязь, уже немножко вообще не грязь. Друзья мои дорогие, в нашей жизни земной то же самое. Если мы, если где-то не пободрствовали на земных путях, если где-то мы пошли не теми путями, которые нужны, где-то не бодрствовали своими устами, очами или еще одним другим способом, есть возможность сразу бежать к Богу в покаяние и сказать, «Дай Господь, помоги мне, очисти меня, прости меня, я нуждаюсь в Тебе». Третье условие. Для того, чтобы всегда осознавать, что такое чистота, нужно, чтобы освещение было в помещении идеальным. Знаете, как хорошо сделать, самый простой способ сделать уборку? Выключить свет. Наши жизни бывают так же. Просто уберите Слово Божие своей жизни подальше, и вам будет казаться, что все не так и плохо. Но если оно в нашей жизни присутствует постоянно так, как должно быть, ты просто осознаешь все время, что даже маленькая пыль лица где-то на поверхности помещений твоих – это уже грязь. И ты хочешь убирать. И вы знаете, как привыкаем к чистоте? Это удивительно просто. Мы так быстро привыкаем к чистоте таким образом, что если ты где-то оказываешься в другом месте, где так много чистоты нету, тебе хочется прибраться, но ты бодрствуешь, извини. Ты, может быть, не у себя дома. Следи за своим сердцем. Следи за своим сердцем. Пускай у тебя будет такое сердце, в которое помещается много людей, много ситуаций, проблем, трудностей, нужд других людей. Друзья, не нужно следить за другими хатами. Не, за другим сердцем следить не нужно, Бог к этому не призвал. Он сказал, вникай в себя и в учения, и этим занимайся постоянно. Бог нам дал каждому свое сердце. Будем следить за ним, друзья. Ибо написано так, блаженные, чистые сердцем, они Бога узрят уже на этой земле. Они Бога узрят. Помните, как тот, который был слепорожденным, и Христос исцелял его? В один момент ты будешь видеть людей, как деревья. Вот так бывает, наверное, иногда, когда в своей суете, жизненных испытаниях ты чувствуешь, что ты уже людей других вообще не видишь. А Бог начал исцелять твое сердце, очищать его. Знаете, в первый момент ты вдруг начинаешь замечать людей других. Да, они для тебя еще пока как деревья, ты не понимаешь, но ты их стал видеть. Для тебя в твоей жизни уже нет только ты один-единственный. В твоей жизни люди ближние и дальние, которых ты стал замечать. А потом ты видишь их, как они есть. И ты видишь нужды других людей. Уже не только о себе заботишься. О своей чистоте надо заботиться. А о нуждах других можно. Бог позволяет. Добродетель – это очень хорошее благословение для нас. Друзья, пусть Бог нам поможет. Вы знаете, сегодня времени много нет. У нас здесь важное служение для совершения. Хотел бы оставить еще как подытожить мысли свои для того, чтобы нам перейти к пению и рассказать еще стих во славу нашего Бога. Друзья, дорогие, я думаю, что чистота прежде всего представлена нашим Господом на Голгофе. Он прошел перед нами путь. Он показал, как это надо делать. И он прошел, он был искушаем во всем, кроме греха. И поэтому он искушаем и может помочь. Слава Иисусу Христу. Он хочет, чтобы в нашей жизни было чисто. Он хочет, чтобы в нашу жизнь люди хотели войти. Тогда, когда ты и я, мы будем свидетельствовать о живом Боге, чтобы людям было приятно войти в твой дом, в сердце твое. Потому что там, конечно, не скажешь, что там идеально. Нет идеальных. Потому что и наша праведность, она как запачкана одеждой, но есть кровь Иисуса Христа, которая омывает нас. Друзья, если мы будем стремиться к чистоте, в нашу жизнь будут приходить люди, которых ты начнешь замечать в своей жизни и сможешь для них быть благословением. Ты поймешь, что вся твоя жизнь связана не с тем, чтобы угодить себе, а чтобы угодить Богу. И через это ты будешь служением, ты будешь благословением для других. Для этого ты поймешь, что очистив свое сердце, ты другому сможешь помочь. Можешь быть советом. И он скажет, слышишь, не приходи ко мне убирать, я сам все сделаю. Ты скажешь, брат, благослови тебя Господь. Бог оставил все инструменты для уборки. Вы знаете об этом? Бог оставил все инструменты. Он дал нам Слово Божье. Он дал нам... Он дал нам... Здесь как никогда. Мы так любим. Мы так умеем. Да? Поэтому мы сегодня здесь собраны вместе. Слава Богу нашему. Благослови на своих путях. Если что-то было не так, чудный любящий Бог хочет сегодня очистить тебя и меня. Благословение, чтобы мы, когда будем протягивать свою руку, благословение, друзья. Пусть Бог нас в этом благословит. Во имя Иисуса. Аминь.